Всем привет! Перенос Евро 2020 стал историческим событием. В футбол продолжали играть даже в военные времена, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы футболистов и болельщиков. Но как ни странно, есть ряд футболистов, которые рады переносу чемпионата Европы, и некоторые из них даже не скрывают этого. В этом видео мы расскажем вам об этих парнях. Кстати, напиши в комментариях, как ты относишься к переносу турнира и за какую команду ты планировал там болеть. Итак, открывает наш список нападающий сборной Украины Артем Беседин. Футболист киевского Динамо схлопотал годичную дисквалификацию за допинг, которая продлится до декабря 2020-го. После матча Лиги Европы против Мальме он сдал положительный тест, и ему грозило более серьезное наказание. Беседин сам пошел на сотрудничество с антидопинговыми органами, и в итоге практически отделался легким испугом. Теперь он имеет шанс сыграть на Евро. Представитель сборной Франции Усман Дембеле в этом сезоне провел за Барселону всего 5 матчей. После продолжительного восстановления от одной травмы он тут же на тренировке получил разрыв мышцы. Вингера ожидала новая операция и полгода на больничной койке. Усман точно не сыграл бы на Евро 2020, но теперь у него появились шансы. Хотя никаких гарантий, что хрустальный Дембеле не сломается в очередной раз, конечно же, никто не даст. 22-летний футболист за два с половиной года в Барселоне уже пережил 9 травм. Больше других переносу Евро должны быть рады болельщики сборной Англии. Два главных форварда страны Харри Кейн и Маркус Решфорд боролись со своими травмами. Кейн в январе перенес операцию на задней поверхности бедра и на поле больше не выходил. Харри только-только приступил к тренировкам с мячом. И медицинская служба Тоттенхэма планировала форсировать его восстановление, чтобы футболист помог команде в последних турах АПЛ и сумел поехать на Евро. Теперь же спешить некуда и у Кейна есть возможность долечиться более тщательно. Решфорд находится вне игры также с января. Виной всему травма спины. Сульшер ожидал его возвращения к концу мая, но ходили разговоры о том, что Маркус пропустит Евро. Лидер сборной Бельгии Дэн Азар проводит очень скомканный сезон. В конце февраля Эден получил очередную травму, а в начале марта перенес операцию в США. Ориентировочной датой возвращения Азара называли конец мая. Тренер бельгийцев Роберто Мартинес говорил, что очень ждет восстановление футболиста и находится с ним в постоянном контакте. Даже если бы Эден успел поправиться к Евро, то его психологическое и физическое состояние вызывало бы вопросы. Мемфис Депай сборной Голландии проводил шикарный старт сезона. Он забил 9 голов и отдал 2 асиста в 13 матчах чемпионата Франции и 5 раз он забил в групповом этапе Лиги чемпионов. Но в декабре его ожидал разрыв крестов и полгода без футбола. Форвард отчаянно работал, чтобы успеть вернуться к Евро, но кто знает, хватило ли бы ему времени, чтобы успеть набрать форму. Португалец Желсон Мартинш пролетал мимо Евро из-за собственной глупости. В начале февраля футболист Монако умудрился дважды толкнуть арбитра, и его ожидало наказание в полгода без футбола. Дисквалификация Мартинша длилась бы аккурат до Евро. Очевидно, что после такого длительного простоя тренеры не рискнули бы вызвать парня на турнир. Итальянец Николо Дзаньоло в январе перенес операцию после разрыва крестов. 20-летний ховбек должен был лечиться минимум полгода, и врач оперировавший футболиста заявлял, что можно постараться успеть поставить его на ноги до чемпионата Европы. Теперь же форсировать темпы восстановления нет особого смысла. Турецкий защитник Мерих Демирал в январе получил травму передней крестообразной связки и повредил мениск. После хирургического вмешательства ему нужно было лечиться до середины лета. Футболист так обрадовался переносу Евро, что даже выложил в своем инстаграме соответствующий пост. Немец Николас Зюле порвал кресты в январе. Юахим Лев тогда очень сильно расстроился, назвав это огромной потерей для сборной. Аули Хенес заявил, что сезон для футболиста окончен, а его выступление на Евро является практически невозможным. Возвращение Зюле ожидали под старт нового сезона. В начале марта он приступил к упражнениям с мячом, но здоровьем защитника не хотели рисковать, так как он уже в 2014 году рвал кресты. Теперь все эти футболисты получат шанс поехать на Евро в 2021 году и проявить себя там в лучшем свете. Желаем здоровья травмированным и душевного равновесия дисквалифицированным. А на сегодня все. Подписывайся на Кибербол, если до сих пор этого не сделал и жми на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео. До скорого!